Анатолий Семенов И вот даже странно, как по сей день ко мне в эфир пока не попадала сегодняшняя моя гостья. Видимо, мы общались с ней за экраном, за пределами экрана, и вот как-то этого нам было достаточно. Я понял, наконец, что нет, необходимо ее сюда пригласить. Итак, дамы и господа, заслуженный артистка России, актриса Самарского академического театра драмы имени Горького, Елена Лазарева. Леночка, приветствую тебя. Здравствуй. Твои голубые глаза сияют, как всегда, и озаряют нашу студию дополнительно к нашим всем осветительным приборам. Итак, вот год, нынешний сезон, как на театре обычно говорят, завершается, сезон завершается, уже завершился практически. Чем в минувшем сезоне, вот лично ты, Елена Лазарева, гордишься больше всего? Как актриса? Вот сейчас мы начнем с этой ипостаси твоей. Мне кажется, что этот сезон для меня был полон событиями очень важными, и как актриса, и не только как актриса. Но если говорим о том, что для меня в этом сезоне как для актрисы было важно, то, конечно, это последняя премьера «Завтра была война» по Борису Васильеву, где я выступала в роли и актрисы, играя Валендру, и как режиссер-педагог, работая с ребятами. Должна сказать, что мне было очень интересно работать в спектакле «Шут Балакирев», и вот эта вот характерная роль, она для меня также дорога в этом сезоне. Ну, я сразу скажу, что если кто-то ждет сегодня фрагментов из «Завтра была война», то этих людей я разочарую, потому что мы готовим после лета, в начале сезона, большую специальную передачу, посвященную вообще этой работе отдельно, с приглашением не только Елены Александровны, но и других участников этого великолепного проекта. Я сам смотрел неоднократно и был на прогонах, и все время выходил в слезах, как и все остальные. Это прекрасная работа. Но вот мы сейчас начнем, вот те, кто все-таки не видел не все твои работы, начнем с «Восьми любящих женщин». Прекрасная французская штучка, где ты просто блистательно, вот давай поделимся этой фрагментом этой работы с телезрителями. Да? Все показываем. Тетя Агустин, как не стыдно! Почему это мне должно быть стыдно? Я была слишком бедная, слишком несчастная с момента жизни здесь. Слишком бедная? После смерти твоего отца я осталась с тобой, с твоей сфтрой на руках, мне пришлось работать. Одинокая женщина, это так ужасно. Ну ничего, ничего. Габи теперь поймет, что это означает. Надеюсь, она-то будет относиться к своим дочерям одинаково. Хотя одна из них вон уже дама, а другая вообще ни на что не годится. Не волнуйся, комплексы это не про меня. Они у тебя появятся со временем. У меня это началось с танцев. Меня никогда не приглашали. Да я ненавижу танцы. Я тоже. Но все-таки ходил туда, чтобы с кем-нибудь познакомиться, завязать отношения. Ничего не получалось. В один прекрасный день я решила, что никогда больше туда не пойду. Я осталась с маман. 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 Ну мы же неплохо ладили иногда. Маман. Маман. Маман, прости меня. Маман, я тебя люблю, маман. Да ладно. Маман. Я и тебя люблю. Катрин, я и тебя люблю. Я даже Габи люблю. Почему все мою любовь принимают за ненависть? Ах, любовь. Как вино. Если ее не пить, то она скисает и превращается в уксус. Катрин, любовь. Как вино. Если ее не пить, то она скисает и превращается в уксус. Молчи. Умчи. Что-то я молчу. И не стану. У нас у всех есть свои проблемы. Сейчас надо забыть обо всем. Да, тем более, что в день твоего приезда произошло убийство. Тетя, замолчи. Ты же сама сказала. Убийца в доме. Да замолчи, ты выпугаете малышку. Это испорченный ребенок. Во всем виновата ее мать. Она позволяет ей читать непонятно, какие книжки еще при свете, которые мешают мне спать. Я ничего не скажу. Я не буду расстраивать свою бедную сестру. Почему? Потому что это не мое дело. Я ничего не скажу. Я не скажу, что Габи постоянно требовала у Марселя денег. Что она тратила их на право на него. Бог знает с кем и Бог знает на что. Ничего не скажу. А Марсель? Какой? Ты помнишь, как он нас приютил, маман? Он покупал нам шоколад, маман. Итак, блистательная работа, великолепный спектакль, такая французская вещица. Вот тут ты называешь свою маму по роли, как бы, значит, нашу Жанну Анатольевну, маман. Да. А ты свою мамочку как называешь? Валюша. Валюша, да? Да. Хорошо. А как тебя называют твои детишки? У меня дочь, она зовет меня мама. Не маман? Нет, маман не зовет. Вот. И мне кажется, у нас замечательные с ней отношения. Тем более, они более замечательные, так как они на расстоянии. Да. Она живет в Санкт-Петербурге. И работает. И семья ее теперь там. Ты вот рассказывая о итогах сезона, 14-15-е годы, одну вещь утаила. Да. Толись. Скажу. В этом году я вошла в замечательный статус. Я стала бабушкой. То есть не только заслуженная артистка, ты еще и бабушка. Да, я бабушка. Вообще, мне кажется, вот в моей жизни сейчас самый замечательный такой период, потому что я и дочь, так как, дай бог здоровья моей мамы, она жива. Вот. Я жена. Я мама. Я бабушка. Это прекрасно. Это прекрасно. Ну, давай покажем фрагменты. Следующие вещи, которые поставил мой друг Валерий Гришко. Твой партнер по педагогике в том числе. Прекрасная работа. Тем более, это Горький на сцене театра Горького. Варвары. Смотрим. Какая вы. Какая. Славная. Ну, ну. Иди, иди. Иду, иду. Тетя. Надоели вам эти люди, да? В мои годы люди быстро не доедают. Глядуша, мне нужно поговорить с тобой. Да, тетя. Я тринадцать лет прожила здесь безвыездно. Одичала. Возможно, многое не так понимаю. Так что, прости, если что не так скажу. Не нужно говорить об этом. Вы ведь по поводу моих отношений к Чиркуну. Да, болтают они тут, перемигиваются. Нехорошо это. А что нам они? Ну, значит, не о чем и говорить. Вот. Если хотите. Его жена прислала мне записку, в которой сообщает, что у нее нет вражды ко мне. Ну, что ты в этом роде? Как жалки люди, неправда. Люди-то да. А вот ее мне жалко. Ну, я надеюсь, вы не считаете, меня способны отнять у нищего его единственный кусок? Ну, что ты, Лидуша? Ты боговерская. А этого достаточно, чтобы знать себе цену. Скажи, он нравится тебе? Не очень. Ну, среди других. Резок и груб. Впрочем, желаю тебе счастья. Тетя, да если захочу, я сама возьму. Ну-ну. Вот ты здесь партнируешь с Наташей Ионовой. Мне вообще кажется, что и по «Завтра была война», что тебе не только нравится работать с молодежью за сценой, то есть, когда ты педагог, но на сцене. Вот несколько слов и в том числе об этой работе. Там же молодежи полно. Да, конечно. Это очень интересно, очень ответственно и очень сложно, потому что я даже не знаю, зачем ты больше следишь за своей работой или за работой ребят. Я думаю, одновременно это и то, и то. Да, и да. Поэтому это требует очень большого напряжения. Допустим, по сегодняшний день, если говорить о спектакле «Завтра была война», это так, что, тем более, что там студенты, но я не буду сейчас раскрывать тему «Завтра была война». А вот то, что касается «Варваров», для меня была эта работа очень интересная. Вообще, я хотела бы сказать, что с Валерием Викторовичем мы не только сотрудничаем как педагоги, ведущие курс, но и для меня это очень интересный и дорогой режиссер, потому что с ним проделан такой большой творческий мой путь. Я скажу, почему я так говорю, потому что наша встреча началась со спектакля «С тобой без тебя», где я играла маленький эпизод. Потом это был спектакль «Жизнь нитьба», где я играла Марселину. И следующее – это просто «Лебединая песня». Для меня точно. Это «Детектор лжи». Спектакль, в котором, ну, я не знаю, мне кажется, настолько было такое… Так комфортно всем и партнёрам, двум Вовкам, я имею в виду Владимира Владимировича Борисовы и Володи Сопрыкина. И Валерию Викторовичу, как режиссёру-постановщику. И мне кажется, мы могли бесконечно продолжать процесс придумывания и рождения этого спектакля. Но это была комедия. И, конечно, следующий материал, очень серьёзный, и я немного в другом качестве представилась, мне кажется, нашему самарскому зрителю, то, что касается Богоевской. Безусловно, это характер. И для меня, как для актрисы, это, мне кажется, такой, ну, нельзя сказать серьёзный переход, но, во всяком случае, какая-то заявка на то, чтобы показаться немножко в другом, может быть, непривычном качестве. Вы знаете, ведь за период работы в театре сыграно более 50 ролей. Уже. Полтинник. Больше. По ролям больше полтинника. Причём из них были роли такие интересные, безумно интересные. Но всё равно, если говорить о значимых каких-то ролях, то есть роли, которые дают возможность тебе, как актрисе, чуть-чуть раскрыться с другой стороны, их не наберётся на двух руках. Ясно. Вот давай сейчас работой, которую я очень ценил всегда в вашем театре, это Лес. Да. Кузин у меня здесь был в эфире, поэтому я обожаю этого человека, его все обожают, по-моему. Вот её фрагменты, потом поговорим. Хорошо. Хотите? Хочу. А я вам завтра к чаю сливок принесу. Сделать одолжение, только от бешеной коровы. Ай, не понимаю, что говорить, а? Ну, то есть Трому. Он у нас так называется. Ну, хорошо, поищу. Поищите, если любите, конечно. Вот вы сказали, если любите. Ой, а знаете, что вам на это скажу? Нет, не знаю. Вот вы эти слова мне в насмешку сказали. А вы нашу сестру строго не судите. Да что вы, я всем доволен. А мужчины завсегда довольны. Потому как на них ответа нет. А вы возьмите наше дело. Бывало, бывало. Ой, вспоминать-то смерть. Так жизнь-то не живя и коротали. Замуж тебя не пускают, любить тоже никого не приказывают. У нас насчет любви большой запрет был. Одно дело, подделаешься к барыне. Ползаешь, ползаешь перед ней, кажется. Перед ней, перед барыней-то. Хуже твари последней. Вот сельготу ты выползаешь. Сердце-то отвагой дашь. Потому как оно живое. Своего требует. Из-за вас, из-за вас я страдаю. Из-за вас, из-за вас слезы лью. Из-за вас белый свет покидаю. И из-за вас я в могилу уйду. Ох уж, как эта крепость людей-то уродует, а. Про себя вам скажу. Да вам слышать-то меня скучно будет. Потому как во всем этом одна только подлость. И не хочу я расстраивать ни себя, ни вас. По тому, как вы мне, милые. Никак барин идет. Бить меня идет. Жалости-то какие. Вы сядьте вот здесь сядьте. Хорошо. Прикруйте. А я вот тут лягу, а вы с ней заметите. Идет? Приближается? Ушел. Ну так дико посмотрел. А какой у него взгляд. А прям вдрожь тебя всю, а. Ой, господи, как же вы, милый мой, у такого барина-то живете. Варвар. Какой он мне барин. Такой же, как и я. Ишь ломается, благо горло-то широко. Да ну, ну что вы, что вы. У него барственность настоящая, врожденная. Этого-то у них не отнимешь. Блистательная работа режиссера Кузина. Он был здесь у меня в эфире. О работе с этим великим режиссером. Пару слов. Во-первых, это была первая работа с этим режиссером. Надеюсь, мы с ним еще встретимся. Действительно, работать с Александром Сергеевичем – это счастье. Потому что он очень трепетно и очень подробно и нежно относится к партнеру. Вот бережно, и даже не нежно, бережно, наверное. Крайне важно. Да. Поэтому был момент какого-то чувства страха, потому что я с ним не работала. Это был первый опыт. Но мне кажется, опыт у нас получился. И работа была для меня дорогая. Действительно, очень дорогая у Лида. И, конечно, ансамбль тех актеров, который участвовал в этом спектакле. Ну и, безусловно, мои дорогие партнеры. И два партнера, один из которых, к сожалению, ушел из жизни. Это Саша Амелин и Олег Белов. Поэтому, когда смотришь эти кадры, то здесь нет чувства умиления, здесь просто жалости. И тихо-грусти. Да, вот такое ощущение. Ну, давай перейдем к другой работе, которая я сознательно взял. Потому что это не на площадке драм-театра. Это актерский дом. Коллектив. Смотрите, какой уникальный театр. Потому что там есть возможность посмотреть одновременно актеров разных театров. Да. Разных театров. Что очень ценное. Итак, это спектакль «Козырь и кресть» и «Дураки на месте». Вот пару слов об этой работе, и потом мы покажем эпизод. Так получилось, что думала о том, что вот замутить какую-то историю интересную. Где можно было бы... Потому что спектакль, он практически как бенефис, как мона. И тоже, чтобы была заявка, и ты проявился немножко в других качествах, чем тебя могут видеть самарские зрители. Здесь мне тоже повезло. Я работала с режиссером Натальей Игоревной Чечериной. Это наша с ней вторая совместная работа. Первая работа была «Импрессионист». Спектакль, который шел в Самарте. Очень дорогой мне спектакль, и очень интересная была работа. Вот как раз то, что касается импрессионистов, это вот относится к тем ролям, которые дают возможность актеру и партнерам сказать, мы тебя такой никогда не видели, что и произошло. К сожалению, спектакль не так долго шел, но спектакль действительно дорог. С Натальей Игоревной мне было очень интересно работать, потому что, мне кажется, она высокий профессионал, и вот к ней как раз не относится такое понятие, как женская режиссура. Она просто режиссер, профессиональный, классный, понимает, что она делает, для чего и зачем. Давай покажем пример вашего идеального сотрудничества. Итак, фрагменты спектакля «Козырь и крести». Я не жалею, я всегда сначала жалею, а потом люблю, а потом люблю, пока люблю. Это, это счастье любить. Как же я не поняла. Вам нужно любить. Как же вы не, как же вы не поняли. Мне всю жизнь нужно любить. Это даже как-то смешно. Это ненормальность пришелеца. Сначала я хотела завести собаку или кошку, чтобы их полюбить. Но мне не разрешили соседи, я ведь подселенец. Вот тогда я полюбила звезду. Мне даже стало казаться, что я на нее похожа. Но я жадная, мне мало звезды, мне подавали еще и человека. Это, это слишком большая роскошь, что решили любить человека. Но тогда меня показали. Наш любимый трех обманщиков. Но вы не подумайте, что я какая-то распущенная. Просто, просто я хочу любить. И все. У меня даже в губы пересыхают от этой жажды любить пришелец. А вы, вы действительно пришелец Марсу. Я действительно пришелец. Тогда я полюблю вас. Это не страшно. Вы же все равно скоро летите и не успеете меня обмануть. Ну конечно, конечно. Вы полюбите меня. Да-да, я полюблю. Как хорошо любить. Если у вас есть любимые люди или вещи, вы мне только намекните. Я их точно уже сию минуту полюблю. Меня хватит. Во мне горы любви. Я буду любить ваших сестер, братьев, вашу прабабушку, вашу шляпу. Если у вас есть собака, кошка, кокодил, седокосилка, я всех полюблю. Только вы не бойтесь моей любви. Ладно? А вы правда честный, миленький? Да, правда. Честный, влюбленный, милиционер. Итак, Елена Лазарева, спектакль «Козырь Крести» на сцене актерского дома. Леночка, вот я не могу тут просто равнодушным остаться. Маленькие сувенирчики от пишущего человека. Это свежий прям номер, показываю на кайфе, свежий номер журнала «Леди Клуб». «Леди Клуб», значит, где мы, я сейчас попробую найти, где мои материалы. И в том числе вот показываю, это итог нашего проекта, первого этапа нашего проекта с вашим театром, который называется «Игра в театр». Продолжение будет, наверное, с другим театром, к сожалению. Но, тем не менее, и показываю следующий, это тоже крайний номер журнала «Самара и губерния». Тоже здесь мои материалы. Вот, пожалуйста, Леночка, читай, читай, читай. Там вот в «Леди Клуб» там как раз большой такой разворот насчет вечера, посвященного игре в театр. Совместный проект нашего канала, журнала «Леди Клуб» и вашего театра. Итак, мы уже медленно приближаемся, медленно, наверное, приближаемся к финалу. Ты здесь сказала о шуте Балаке, ребят. Вот работа сезона, который завершен, Латенос поставил. Там такой гротеск, вот эта ваша там троица. Все отметили, вот некоторые, у некоторых критиков были вопросы к другим каким-то сюжетным ходам и к другим исполнителям. Но вот ваши троица, ваши троица оценили все крайне высоко. Настолько вы оживляли вот эту картину общую и привносили такой хороший, хороший юмор. И вот о работе над этим спектаклем с Латеносом. Пару слов. То, что касается работы над характерным материалом, мне всегда это очень интересно. Хотя в свое время Анатолий Васильевич Эфрос произнес фразу, которую я часто апеллирую режиссером. Он мне говорил, мой мастер Александр Леонидович Дунаев, главный режиссер театра «На Малой Бронной». И очередным режиссером у него был Анатолий Васильевич Эфрос. Поэтому мы не только там занимались, но и ходили на репетиции Анатолия Васильевича. И в одну из бесед Анатолий Васильевич сказал, детка, запомни, есть актеры характерные и плохие. Вот давайте посмотрим фрагмент из «Шута Балакарева», где наш актер, наша актриса, наша гость сегодняшняя просто блистательна. Итак, смотрим «Шут Балакарев». Трудная должна быть служба. А ты, мать, как думала? С утра дольше, весь заводах, весь делах. Шуток-то на всех не напасешься. Он и меня теперь подключается и говорит, мамаша, как где народная шутка, какую услышите, сразу мне пересказывайте. Вы, к слову сказать, ничего не привезли такого. Откуда вам? Оттуда вам. Откуда приехали, с Тверской губернии. Какие там у вас шутки? Господи, какие у нас там в Тверской губернии шутки? Ну? Мы в даче с августа зарядили. Сема гниет. Этот род, мистер Буланов, ты помнишь ли вы? Ну? Ну, ну. Помер? Господи, это все. Ой, маменька, маменька, да не про то же вас спрашивают. Был же летом один случай смешной. Нюрка, соседская девка, за водой от речки побежала, да поскользнулась. А от упор помещик бородай пьехал через мост. Пьяный. Конись. Ты этого бородай вот помнить должна. Все пришепет волос. А не пьяный. А нюрка от упора вылезать стал, за все сосклицывает. А бородай-то как увидал, и завопит пьяну. О, русалка. Ты, ну, коня стягачка. А нюрка сосклицывает. А он, коня. Что? Дальше ты чего? Че, че, уехал. Кто? О, ну, бородай, сел на коняющих. Поехал. А нюрка? А нюрка, че ей нюрки-то будет? Встала да пошла. Уж больше не сосклизывает. Нет, нам эта шутка не подходит. Она только у вас там, все же, что в губернии понятное. Она то, чтобы для всех, и чтобы коротко, вот так вот, смотри. Вот мне дворник, утром сказку рассказал, смотри. Бежит по лесу, смотри. Бежит по лесу ежик, навстречу ему медведь. Медведь говорит, че, ежик, колоться спешишь? Не, говорит, я домой. Я ж про то, говорит, медведь, ты когда-то на ежиху-то залезаешь, раз я бы ее не колес. Вот в таком роде ничего нет. У нас в Тверской губернии про ежиков ничего не слыхать. Леночка, ну здорово, тебе огромное спасибо за такую роль. И ты, и я педагоги. Ты в своем направлении, я в своем. Вот маленькую формулу педагогика по Елене Лазареву, что тебе дает это занятие с детьми, занятие с будущими актерами, актрисами? Прежде всего, педагогика дает мне возможность глубже понять свою профессию. И очень много сделать для себя открытий. быть, наверное, более корректной, потому что педагог вообще должен не навредить. Это основное правило. У врача, да? Да. Вот. Потом, так как они молодые, дают возможность оставаться какой-то, может быть, даже бесшабашной и заразительной. Они дают свою энергию. И момент ответственности и перед ними, и перед собой, как бы вот это тот момент, который все время заставляет себя держать в тонусе. Леночка, ну, я хочу тебя поблагодарить за сегодняшний эфир. Спасибо. А далее поздравить тебя с наступающим твоим 20-летием. 20-летием ты так прекрасно, у тебя так лучатся глаза. 20-летием чего? Твоим 20-летием. А, спасибо. Ты всегда молодая, всегда искритая, как хорошее шампанское. Хорошо, спасибо. Вот. Тебе новых ролей в грядущем сезоне. Спасибо. Я знаю также, что у тебя в грядущем сезоне будет юбилей твоей творческой деятельности. Да, 35. То есть, с самой 25, с 20 лет, а 35 лет. С самой 20, да. Молодец, вот так надо уметь, да, надо уметь. Да. Леночка, всего тебе самого наилучшего, полный залов, обилие поклонников. Здоровья, счастья, процветания тебе уже и как бабушке, и как маме, и как жене. Так, я напоминаю, что в гостях у меня сегодня была заслуженная артистка России, Елена Лазарева. Всем спасибо за внимание, тебе счастья, успехов. До встречи. Спасибо, взаимно. Редактор субтитров А.Семкин